Десять лет назад в стенах храма Петра и Февронии Муромских состоялась первая божественная литургия. Символично, что его открыли именно в праздник благоверных князей. Вначале служили в пасхальном чине, не было у нас иконостаса, все было открыто, а потом появился такой маленький иконостас из простых дощечек. В храме было совсем мало икон. На истории храма берет свое начало чуть раньше. В 2013 году благодаря сотрудничеству Русской Православной Церкви и Администрации Территориального Управления Микрорайона было принято решение о строительстве этого святого пространства. Началась кропотливая работа по возведению храма. Вместе с нашим настоятелем, протеереем Игорем, был возложен первый камень. В 2013 году пошло строительство и в 2014 году был освящен купол. На строительство потребовалось меньше года. Эти стены приняли первых прихожан в День Семьи Любви и Верности. Кстати, назвать храм в честь Петра и Февронии Муромских предложили местные жители. Символично, что сюда зачастую приходят целыми семьями. Семья – это же основа всего, всей человеческой жизни. Поэтому иметь небесных покровителей семьи в нашем городе, я думаю, что это было желание огромного количества людей. Семейные ценности – это те ценности, которые для человека являются базовыми, основными. И прийти, помолиться в храм, помолиться благоверным князям Петру и Февронию о своей семье. Я думаю, это такое совершенно естественное желание многих-многих людей, большинства людей. Храм небольшой, но уникальный. Его особенность кроется во внутренней наполненности. Здесь немало икон, написанных местными прихожанами. Вот тут икона святого Стиляна. Выше находится икона новомученика святого Владимира. Тут икона Ивана Кронштадтского. И все эти три иконы были написаны нашей прихожанкой Людмилой Чировой. И вот еще тут икона Ивана Крестителя. Она тоже написана нашей прихожанкой Светланой. Чудотворная икона святителя Николая появилась первой в этих стенах. А это образ Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века. В храм икона попала в крайне плачевном состоянии. Можно сказать, издевательски относились к этой иконе. В глазки святых были вбиты гвозди, ножом была изрезана икона. Ну и силами прихожан икона была реставрирована, восстановлена. Вставили в красивый киот. И на сегодняшний день икона нас радует. И вот она находится у нас в храме. И мы все притекаем к этой иконе с молитвой. Церковь – это святой дом, где человек встречается с Богом. Вместе, наполненном благодатью, жители обретают веру. Что такое наши храмы? Наши храмы – это не просто здание. Это, во-первых, наша история. Человек рождается, его принесли, крестили. Он там заводит семью, его венчали. Потом он приносит крестить своих детей. А потом человек уходит из жизни и его отпевает. То есть весь цикл, жизненный цикл человека по-правильному должен быть в храме. Священное пространство дарит особую энергию делиться местные прихожане. Мне нравится здесь. Здесь как-то отдыхаешь физически и так морально. В основном ходишь, как говорится, к Николаю Годнику. Просишь выздоровления, просишь за садовей. Разговариваем с иконами. Они помогают после них и делается намного легче. К Николаю чудотворцу вообще-то я больше склонна. Несмотря на то, что порой вместить всех прихожан в этом небольшом деревянном храме не представляется возможным, здесь всегда большое количество местных жителей. Для них это одно из самых важных мест в Подресково. Храм молодой, но уже достаточно намоленный. Очень стало много уже прихожан. Это у нас центр притяжения, центр духовности. А мы сами понимаем, что сейчас без духовности уже никуда. Люди могут сюда прийти, успокоиться, получить какой-то совет. Сегодня в храме особое внимание уделяют и духовному воспитанию молодого поколения. Здесь есть своя воскресная школа. Сегодня ее посещают дети разных возрастов. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Кимки-ТВ.